Антибиотики для детей. Тема, которая интересует каждого родителя. Известно, что эти препараты могут лечить, а могут и калечить. То есть могут быть полезными, а могут быть и опасными. Более того, сами антибиотики сейчас находятся под угрозой. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи, Натария Полежаева, заведующая инфекционно-пульмонологическим отделением детской клинической больницы имени Ивановой, доцент кафедры детских инфекций, сам ГМО, кандидат медицинских наук. Добрый вечер. Мамы, папы, бабушки, дедушки, будьте внимательны, пожалуйста, и приготовьте телефоны, потому что сегодня мы будем говорить о детских болезнях. Вы к нам в студию можете позвонить. Телефон 202-11-22. Каждый из нас, когда впервые приходил к врачу, и впервые врач заполнял медицинскую карту, все мы отвечали на вопросы о том, чем болели в детстве. Я всегда это немножечко удивляла. Какую информацию это дает доктор, и как перенесенные в детстве заболевания могут отражаться на нашем здоровье, будучи уже выросшими, не детьми? Ну, это относится к разделу анамнеза жизни пациента, поэтому он строго обязателен для заполнения доктором, особенно при первом посещении. И таким образом мы стараемся выявить ту базу, основу, с которой пациент приходит. И здесь очень много может быть для нас информации, потому что многие инфекционные заболевания, особенно в детском возрасте, когда еще, в общем-то, все органы и системы недостаточно зрелые, могут после себя оставлять различные последствия и осложнения. И от того, какой перечень инфекционных заболеваний присутствовал у этого пациента в детстве, мы можем делать различные прогнозы. Кроме того, существует ряд хронических инфекций, данность которых очень важна, особенно если это врожденные инфекции или инфекции, которые стартовали в раннем неонатальном периоде. Здесь это и ВИЧ-инфекции, и хронические гепатиты В и С. Поэтому эта информация крайне важна, как и другие сведения об аллергологическом анамнезе. То есть все в совокупности позволяет доктору оценить тот уровень здоровья, состояния здоровья, с которым пациент к нам пришел на прием. Поэтому это очень важно для того, чтобы мы могли построить дальнейший план лечения того или иного пациента. Но кроме того, есть какие-то инфекции, которыми болеют один раз только, да? Да, принято считать, что есть такие инфекции, и это описано в литературе. Но бывают ряд случаев, когда возможно повторное возникновение того или инфекционного агента в организме. Но это связано уже с особыми состояниями. И чаще всего это возникает либо после перенесенной химиотерапии, допустим, когда иммунитет значительно ослабевает, либо же в очень уже преклонном возрасте, после 75 лет, когда наш иммунитет тоже проседает. И здесь уже внуки могут принести различные детские инфекции. И, в общем-то, ими можно заболеть повторно. Поэтому для врача это всегда повод для размышления, для выстраивания тактики, правил поведения и правила терапии в дальнейшем с этим пациентом. Как правило, заболеваемость делится на осенний, зимний период, на весенний, летний. Ну, мы уже из осени практически вышли, у нас зимний на пороге. Но, тем не менее, вот в это время какие детские инфекции нападают на нас чаще всего? Ну, наверное, не очень корректно будет говорить, что именно детские инфекции в этот период нападают. Тут мы больше будем говорить о респираторно-вирусных заболеваниях, различной этиологии, которые свойственны и детскому возрасту, и уже взрослому населению. Это наиболее распространенные на данный момент те, которые регистрируются у нас в отделении. Это пара грипп третьего типа, это аденовирусная инфекция. Ну и, конечно же, начиная с 48-й недели, поднимают голову грипп, гриппозная инфекция, которая сначала приходит как грипп H1N1, грипп А, и уже на излете, уже когда будет весенний период, тогда на его место придет грипп B. Поэтому, в общем-то, сейчас следует рассматривать именно эти инфекции, которые свойственны как детскому, так и взрослому периоду. Действительно грипп А достаточно опасен, и надо к нему небеспечно относиться? Любой инфекционный агент, особенно грипп, это инфекция, которая известна своими токсическими свойствами, конечно, следует всегда рассматривать очень внимательно. И в последнее время существует много экспресс-тестов ИХА, которые позволяют диагностировать раны эту инфекцию и, соответственно, назначить правильно этиотропный препарат, потому что, в общем-то, все перечисленные ранние инфекции, они требуют определенного подхода в тактике терапии. И когда мы видим пациента с теми или иными респираторными проявлениями, катаральными явлениями, синдромом лихорадки, не всегда на ранних стадиях легко разобраться, кто является возбудителем этой инфекции. И вот эти вот современные экспресс-тесты, диагностика позволяют нам выявить грипп, ковидную инфекцию. И когда мы уже исключаем такие наиболее тяжелые патогены, то уже мы понимаем, что имеем дело по другим каким-то клиническим симптомам, свойственные определенные респираторные вирусные инфекции. Они есть для каждой инфекции. И можем подобрать более тщательно, более правильный этиотропный препарат, который необходим именно этому пациенту, именно с этим этиологическим фактором вирусного заболевания. Поэтому это очень такой важный метод диагностики экспресса. А какая ситуация сейчас по коронавирусу? Идет подъем заболеваемости? Ну вот мы сейчас на приеме в условиях своего отделения пока не регистрируем массовый подъем этого заболеваемости. Основные патогены, которые мы сейчас видим перед собой, это пар грипп третьего типа. Он очень часто выявляется у детей и протекает в Вильзе ларингитов, ларинкотрохиитов, обструктивных ларингитов, синдромов бронхиальной обструкции различных. И, наверное, чуть менее реже это аденовирусная инфекция. Но у нее вот больше такие токсические поражения и инфекционно-токсические, высокая лихорадка, длительно протекающая. Поэтому, в общем-то, именно эти два вирусных агента сейчас для нас наиболее актуальны. Пока. Я не знаю, растут ли у кого-нибудь дети без кашля, насморка, больного горла. Но, тем не менее, вот многим родителям ведь кажется, что их ребенок слишком часто болеет. А есть какие-то нормы? И что считать по количеству заболеваний, может быть, в год, что действительно ребенок часто болеющий? Ну, конечно, дети болеют. Они таким образом нарабатывают в своей клетке иммунной памяти, да, и они становятся невосприимчивы к различным родам инфекционных агентов, которые они в дальнейшем встречают на своем пути. В среднем считается нормальным от 6 до 8 эпизодов. Если это средней степени тяжести течения инфекционного процесса с невысокой лихорадкой, с умеренными катаральными явлениями, которые длится не более недели-полутора, то есть считается вполне допустимым. Если же, конечно, у ребенка возникают ситуации, когда каждый эпизод вирусной инфекции заканчивается бактериальными осложнениями, пневмониями, синуситами различными, то здесь, конечно, есть повод задуматься. Поэтому вот такое, говорить именно та или иная частота заболевания нормальной или нет, у каждого это по-своему. Но главное, чтобы каждый из этих эпизодов был достаточно контролируемым. Тогда можно считать, что 6-8 эпизодов в год вполне допустимо. Вот в медицине, так же, как и в педагогике, наверное, существует некая такая смена. Ну, это, наверное, прогресс идет, появляются новые знания. И, например, выясняется, что то, чему мы были привержены раньше, сегодня неправильно и не работает. Я поэтому сейчас хочу спросить вас, уж мы заговорили про ОРВИ, а вот какой, вообще, насколько полезна, скажем так, высокая температура для борьбы с заболеванием, и какая температура уже является опасной, и ее действительно нужно сбивать? Ну, о пользе температуры, наверное, тут сложно судить. А в клинических рекомендациях по вирусной инфекции, если раньше мы считали, что температура 38,5 следует сбивать, то теперь написано совершенно четко, что температура 39 градусов следует сбивать, все остальное температура. В общем-то, у ребенка, у которого нет тяжелого преморбидного фона, нет судорожной готовности, в общем-то, можно снижать физическими методами охлаждения. То есть это не говорит, что мы оставляем ребенка и просто смотрим на него, когда у него есть температура. Нет, конечно, мы стараемся применить все доступные нам меры охлаждения для того, чтобы ему было более комфортно. Но медикаментозно снижать температуру ниже 39 градусов Цельсия не рекомендовано. А можете объяснить, почему? Потому что я сама как родитель, зная вот это, тем не менее, начинается сразу паникой, постоянно ставишь градусник и думаешь, ну быстрее бы, быстрее бы вниз, быстрее бы вниз. Как-то вот она пугает очень нас. Ну, здесь четких таких каких-либо аспектов, которые нам говорили о том, что это полезно или стоит этого добиваться и смотреть на лихорадку 39 в течение какого-то времени. Это просто объяснимо с точки зрения иммунологических процессов, которые в этот момент протекают в организме. Здесь идет взаимодействие антигена-антитела, образуются иммунные комплексы, и, соответственно, выздоровление от любого инфекционного заболевания происходит путем того, что клетки иммунной памяти или новые клетки, которые образовываются, антитела связывают все антигены и иммунные комплексы с почками выводятся, и, соответственно, происходит выздоровление. Поэтому, в общем-то, снижать эту реакцию, которая является нормальной, приспособительной, является нецелесообразной. И, кроме того, любые жаропонижающие препараты, они тоже являются химическими молекулами, и они, в общем-то, не очень благоприятно влияют на организм ребенка в целом. Известный случай, когда к нам поступают дети, которые за сутки могли получить и бупрофена, и 6, и 8 раз. И мы уже видим, что здесь возникают и аллергические проявления в ответ на прием этих лекарственных средств, когда это сиропы. И в то же время мы видим, что есть повышение умеренной печеночных трансаминоз в ответ на действие. Ну, о чем я говорю, родители пытаются все-таки как можно быстрее снизить. Поэтому я и говорю о том, что просто сидеть сложа руки не стоит. То есть обязательно нужно понимать, что в этот момент ребенок нуждается в большем количестве жидкости, потому что ткани ребенка более гидрофильны, чем взрослого человека. И с высокой лихорадкой, как правило, возникает учащение дыхания, и здесь тоже перфузионные потери жидкости присутствуют. Поэтому основная задача родителя – это, в общем-то, обеспечить комфорт, методы физического охлаждения и напоить ребенка для того, чтобы у него было достаточно ОЦК и достаточно жидкостных сред организма, чтобы бороться с этой инфекцией. Потому что там, где сухо, хорошо не бывает. А особенно если у ребенка на высоте лихорадки возникает еще и рвота, то, конечно, это становится очень-очень проблематичным. Если вы опоздали к началу программы, у нас сегодня в студии Наталья Полежаева, заведующая инфекционно-пульмонологическим отделением детской клинической больницы имени Ивановой, доцент кафедры детских инфекций сам ГМУ. И мы говорим сегодня же, конечно же, о детях и о инфекциях, которые им угрожают. Мы сейчас так подробно с вами разобрали механизм действия температуры на организм ребенка. Мне кажется, все теперь всем понятно. Но тема-то была заявлена мною в начале программы все-таки антибиотики. Давайте уже вот об этом поговорим, потому что отношение неоднозначное во все времена к этим препаратам. И вот, ну, прежде всего, назначают ли при острых респираторных вирусных инфекциях антибиотики для лечения? В качестве стартовой терапии нет и никогда. Потому что мы с вами в самом названии «острая респираторная вирусная инфекция» делаем упор на то, что этиологическим фактором в развитии этого заболевания является не бактерия. Антибиотики действуют исключительно на бактерии, а вирус. Поэтому есть специальная группа препаратов противовирусные. Но почему-то среди нашего населения антибиотики принимают очень такую широкую популярность, а противовирусные препараты занимают несколько свое такое второстепенное место. Поэтому есть четкие критерии назначения антибактериальных препаратов. И врачи обязаны исполнять и подчиняться именно этим регламентирующим документам, которые разрешают назначить антибактериальные препараты. И это всегда наличие бактериального воспаления. Мы его можем видеть и, соответственно, в течение заболевания, когда возникает вторая волна лихорадки, когда мы видим изменения в общих анализах крови, в биохимических анализах. Поэтому для врача всегда есть четкие критерии назначения антибактериальных препаратов. И когда человек приходит в аптеку, покупает антибактериальный препарат, чаще всего, причем не тот стартовый препарат, который бы, может быть, ему и стоило бы назначить, а выбирает препараты резерва, тем самым он, в принципе, решает себя в будущем того, что этот антибактериальный препарат будет адекватно работать в той ситуации, когда вдруг ему это станет необходимо. Поэтому таким образом собственными руками он выращивает, так сказать, резистентность к этому антибактериальному препарату совершенно там, где его назначение не обосновано, не нужно и не принесет никакой пользы человеку, а вызовет только дисбиотические какие-то проявления, возможно, аллергические реакции. Ну и, в общем-то, нужного результата он не добьется, поправив свое здоровье. Я знаю, что взрослые-то припегают к этим препаратам нередко, а родители занимаются назначением антибиотиков детям. Есть такая практика? И в каких ситуациях чаще всего это бывает? Все-таки мама более трепетно относится к назначению этих препаратов своим детям, но ситуации бывают, конечно, разные, когда, наверное, вот когда-то мне доктор назначал этот антибактериальный препарат, и он мне тогда помог, и сейчас ей кажется, что вот примерно такая же ситуация. Почему бы мне не воспользоваться уже знакомой схемой применения этого препарата и не назначить, и не привести своего ребенка к выздоровлению? Но это может быть очень пагубное заключение, потому что обязательно мы придерживаемся очень четких регламентирующих документов назначения антибактериальных препаратов. И мама может просто это не оценить в своем взгляде на ребенка, что сейчас именно у него бактериальный агент, а не какой-то вирусный. Тем более, что могут встречаться вирусные инфекции в сочетании друг с другом, и они, конечно, будут протекать более тяжело, и мама может это расценить и принять как бактериальное осложнение. Поэтому все-таки бесконтрольное назначение антибактериальных препаратов неприемлемо. Не для себя, тем более не в отношении своего любимого чада. Мне кажется, тут надо быть еще более трепетным и назначать только тогда, когда это действительно показано и может принести ребенку пользу, а не вред. А вред все-таки какой может быть? Вред может быть, ну, прежде всего, то, что наиболее легкое и самое первое, что он не принесет того должного эффекта, на который мама рассчитывает. И в дальнейшем могут разникнуть различные дисбиозы кишечника, грибковые инфекции, потому что святое место пусто не бывает. И у нас есть, так сказать, дружественные нам бактерии, с которыми мы живем в симбиозе совместно. И назначая антибактериальный препарат, мы, конечно же, и воздействуем не только на патологическую флору, но и на ту нормальную флору, которая у нас у всех присутствует. Поэтому мы не достигли эффекта. Мы, так сказать, убили дружественные колонии микроорганизмов, которые находятся в кишечнике в большей своей части. И, в общем-то, привели к тому, что химические формулы, которые присутствуют в антибактериальных препаратах, они оказали свое воздействие в том числе и на печень. И назначение любого химического препарата. Мы же не пойдем и не станем пить таблетки от давления, если у нас нет давления, да, или лечить сахарный диабет, если у нас нормальный уровень сахара. Но это считается нонсенс. А применять антибактериальные препараты там, где это совершенно не обоснованно, да, и здесь есть действительно начало вирусной инфекции, ну, это примерно так и выглядит, что просто не обоснованно, не нужно никому применение химических формул внутри организма. Это может быть и опасно. Я напомню, что в нашей студии работает телефон 202-11-22. Доктору можно задавать вопросы. А сейчас давайте мы с вами на минутку прервемся и узнаем, что произошло в здравоохранении России и региона за ту неделю, что мы с вами не виделись. Минздрав России предлагает запретить некоторые вещества в составе вейпов и электронных сигарет. Доказано, что добавки небезопасны. Поэтому норма закона, устанавливающая запретные ингредиенты, эффективная мера, способная защитить здоровье детей и подростков от воздействия этих продуктов и его последствий. В регионе зафиксировано 12 тысяч случаев ОРВИ за неделю. Показатель превысил эпид-порог. По сравнению с предыдущей неделей, стали чаще болеть малыши, подростки и взрослые. Основные вирусы – грипп А, парагрипп, аденовирус, ротовирус и COVID-19. В Самарской области уделяют особое внимание вопросам повышения рождаемости. Идет активная работа по развитию вспомогательных репродуктивных технологий. Лечение пар с бесплодием проводят за счет средств ОМС. С начала года в регионе родилось 502 ребенка. Федеральный Минздрав предлагает исключить из схемы лечения ОРВИ антибиотики широкого спектра действия. Неконтролируемое применение антибиотиков стало причиной формирования у россиян микробной устойчивости. Есть предложение продавать данные препараты строго по рецептам. Российские ученые создали препарат нового поколения. Он способен остановить болезнь Бехтерева, аутоиммунное заболевание, разрушающее позвоночник и другие элементы опорно-двигательного аппарата. Лекарство бьет не просто по воспалению, а устраняет основу заболевания. Эксперты надеются, что новая стратегия терапии может стать прорывной для борьбы и с другими аутоиммунными заболеваниями. Мы возвращаемся в студию, продолжаем говорить про инфекции, которые угрожают нашим детям. И вот сейчас, кстати, в дайджесте, буквально в тему нашего с вами разговора, а вообще, как вы считаете, это выход, если антибиотики? Мы не будем иметь возможности покупать без рецепта. Ну, во всех цивилизованных странах... Так и есть. Так и есть. Это принято. Поэтому больше всего, наверное, меня в этой ситуации беспокоит о том, что люди покупают не просто антибактериальные препараты, они покупают антибиотики резерва. То есть это те антибактериальные препараты, которые даже для врача остаются препаратами второй, а зачастую препаратами третьей линии. И они покупают эти мощные антибактериальные препараты для того, чтобы лечить вирусную инфекцию. Это все равно, что стрелять из пушки по воробьям. Все равно не попадешь, а эффект может быть мощным и оглушительным. Поэтому вот в отношении антибактериальных препаратов медицинская помощь настолько доступна, особенно для детей, что прийти к доктору, рассказать о заболевании своего ребенка, проконсультироваться, сдать необходимые анализы, если это того требует, и получить квалифицированную консультацию, ну, не представляет никакого затруднения. Поэтому просто прийти и купить тот препарат, который тебе предложили в аптеке, это, на мой взгляд, очень опасно. А тем более уже, когда мы идем и перебираем антибиотики резерва. Потому что есть такие инфекции, которые лечатся исключительно этими антибиотиками. И если пациент постоянно из раза в раз прибегает к назначению именно этих антибактериальных препаратов, то они ему не помогут. Когда он сталкивается с этой инфекцией, которая требует назначения именно его, он может быть уже достаточно неэффективен в этой клинической ситуации. Наталья Сергеевна, ну, устойчивость к антибиотикам была ведь давно уже известна. Почему вот так громко и широко заговорили о ней именно сейчас? Ну, во-первых, наука, она шагает вперед, она развивается. И мы стали видеть и типировать те микроорганизмы. И, соответственно, ставить различные чувствительные реакции, к чему чувствительен тот или иной возбудитель. И видеть эту, так сказать, картину этого возбудителя, кому он является чувствительным, кому он является резистентным. И именно это позволяет нам, так сказать, применить именно тот лекарственный препарат, тот антибактериальный препарат, который необходим этому пациенту вот именно с этой инфекцией. Потому что одна и та же инфекция у разных людей, она может вызывать совершенно разные клинические проявления. И в организме одного вызывать одни последствия, а в организме другого пациента совершенно другие. Поэтому вот такое избирательное, адресное назначение антибактериальных препаратов, это и является эталоном качества назначения этих препаратов в данный момент. Поэтому прежде чем назначить тот или иной антибактериальный препарат, соответственно, мы видим посевы различных сред, и это нам уже позволяет понять полную картину тех микроорганизмов, контаминации возбудителями в организме человека. Поэтому раньше, наверное, когда мы смотрели бактериальные посевы, и чаще всего тот или иной инфекционный агент был чувствительным к самому простому спектру антибактериальных препаратов, тот, который является препаратами первой линии. А сейчас мы сталкиваемся с тем, что мы вынуждены прибегать уже к более серьезным, более сложным антибиотикам, и это уже становится не таким разовым каким-то случаем, единичным случаем, а это все чаще, чаще, чаще происходит. Особенно это заметно на тех пациентах, которые очень длительное время проводят в стационарах различных и вынуждены получать антибактериальную терапию вследствие своего какого-то основного заболевания или частоты, или длительности этих заболеваний, которые требуют назначения антибактериальных препаратов. Допустим, такие пациенты с генетическими бронхолегочными заболеваниями, они вынуждены получать эти препараты по жизненным показаниям в связи с своим основным заболеванием. И мы видим, что один и тот же возбудитель из посева в посев, он приспосабливается, он меняет свои свойства. У них есть различные механизмы приспособления к антибактериальным препаратам, и те препараты, которые были изначально чувствительны для этого микроорганизма, становятся полностью дезистентными в отношении этих микробов. И мы перебираем следующий, следующий, следующий. И, к сожалению, возникает такая ситуация с хроническими пациентами, что мы просто не имеем другой возможности и не имеем уже того ресурса, препаратов, которые могли бы помочь этому пациенту. И вот это именно очень является большой проблемой. И здесь мы вынуждены уже компилировать между собой ни один, ни два, а зачастую даже три антибактериальных препарата. И, соответственно, назначать еще противогрибковый препарат. Поэтому мы действительно это видим невооруженным взглядом в истории болезни своих пациентов, что один и тот же микроорганизм на протяжении многих лет применения антибактериальных препаратов становится абсолютно резистентным. К большинству антибактериальных препаратов, которые используются в стационаре. Вы знаете, я вчера нашла информацию, которая меня буквально повергла в ужас. Вот ученые рассчитали, что к 2050 году на земном шаре ежегодно от инфекций, для которых нет эффективных антибиотиков, будет умирать 10 миллионов человек. То есть фактически антибиотики стали невосполнимым ресурсом, которому надо вот сейчас относиться бережно. Ну, действительно, сейчас это трудно представить, потому что это такая палочка-выручалочка. Ах, антибиотики, мы вылечили им все, да? Да, да. Я знаю, что вот, например, во Франции есть такие методики, детям показывают специальные картинки разработанные и объясняют, как опасно принимать антибиотики без показаний. А вообще, какие правила культуры, профилактики заболеваний стоило бы нашим детям действительно уже сейчас объяснять? Вы знаете, вот ковид, он, наверное, принес вот такие безусловные положительные блага, что мы научились носить маски. Мы научились носить маски, мы научились мыть руки, мы научились снимать одежду, приходя из какого-то другого помещения домой. И это, безусловно, является лучшей защитой для любого человека, любого возраста от любых инфекционных агентов. Маска – простое такое приспособление, изобретение, которое действительно выполняет очень мощную барьерную функцию. Нужно не забывать, что мы не сняли маску и положили ее в карман, и носим в течение недели, а то, может быть, и месяца, а маска – это то средство защиты, которое эффективно в течение двух часов. Потом вы должны снять и одеть другую маску. А мыть руки – ну, чего проще? Кто-то делает, причем постоянно и регулярно, а кто-то считает это совершенно нецелесообразно. Ну, вот, Сергей, мы просто перебиваю вас в силу того, что сейчас уже будем прощаться со зрителями. Ну, и еще не успели мы поговорить, но, наверное, совершенно очевидно, это вакцина-профилактика, да? Конечно. Вакцина-профилактика – это настолько мощное достижение науки, которое нужно использовать. Благодарю вас. Видимо, тема следующей программы. Благодарю, что были с нами эти полчаса. Пусть дети будут всегда здоровы. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»